На сегодняшний день наркоситуация во многих регионах нашей страны остается нестабильной. Несмотря на активную деятельность ответственных служб, выявляются все новые факты распространения и употребления запрещенных веществ. Основываясь на опыте прежних лет и вооружившись современными методами, Каспийские ведомства наладили свою работу в этом направлении и сумели добиться определенных результатов. Антинаркотическая комиссия – это в первую очередь взаимодействие, многогранный подход к решению проблемы, говорит заместитель главы администрации Юсуф Абдулаев. Ведь борьба с пагубной зависимостью – дело общее. Когда все начиналось, а это более 10 лет назад, были иные методы. Но конечная цель одна – убречь подрастающее поколение от наркотиков и вести постоянный мониторинг. Комиссия организует свою работу по профилактике правонарушений, именно по противодействию наркомании проводят выступления, лекции, беседы в школах, в вузах, в СУЗах, с учащимися, показывают фильмы о вреде этой наркомании, какие последствия в случае употребления наркотических средств наступают. Первая очередная задача для себя – мы ставим профилактику, ведь важно не только пресекать нарушения, но и искать их источник. Подчеркивает секретарь антинаркотической комиссии Юсуф Абдулаев. Беседы с подростками, тесная связь и сотрудничество правоохранительных органов с населением дают возможность держать наркоситуацию в городе под контролем. Всего, по официальным данным, в Каспийске взято на учет 1078 человек. Из них 259 наркоманов, в том числе 128 шприцевых. Вот этой категорией людей, значит, работу организовывает участковые полномочия полиции, отдел, значит, оперативной службы города и наркоконтроль. Бинет при городской больнице есть, поликлиники работают. Ну, очень активно они работают, значит, правда, анонимно они принимают, оказывают помощь, значит, хороший врач-нарколог у нас в городе. Значит, мы рекомендуем иногда вот обратиться туда, даже анонимно, чтобы люди лечились. Сейчас в Махачкале, Кизляре, где-то открываются, значит, реабилитационные центры тоже. Наглядным примером сложной работы заинтересованных ведомств можно считать недавний факт обнаружения наркопритона по улице Рабочая в доме номер 57. Владимир, который принадлежит Рамазану Латиповичу, 66-го года рождения, который предоставил помещение для изготовления и потребления наркотических средств, дезаморфина. Там были задержаны, значит, Мужаидов Рашид, Махачкалинская, 29, который проживает, Гаджибейков, Нариман, Лельна, 33, квартира 131 проживает, Башир Вравиль, проживает, Али Кашов, 19, Каспийский, Али Магомед, 83-го года, Хизровева, 39, квартира 135, значит, эти люди были задержаны при изготовлении наркотических средств. Значит, по данным городского отдела, за содержание наркопритона возбуждено уголовное дело. Несколько месяцев назад по всей стране прокатилась волна отравлений курительными смесями, так называемыми спайсами. Во избежание подобных случаев мы нередко становимся инициаторами рейдов и лично осматриваем заведения в городе, которые могли бы быть замечены в распространении запрещенных веществ, отмечает Юсуф Абдулаев. Делают объекты, где курительные смеси, значит, коляны у нас в городе, но курительные смеси там, которые запрещенных нету, потому что мы постоянно проводим рейды, значит, при том комиссионно проводим эти рейды вместе с наркоконтролем, городским отделом, значит, и другими заинтересованными службами. И нарушений в этих объектах выявлено не было, да. Многое уже сделано. Достаточным достижением можно считать то, что на учёте нет несовершеннолетних. Удалось лишить лицензии 11-ю аптеку, подпортившую репутацию города. Помимо этого налажено взаимодействие с населением, то есть любой сигнал не остаётся без внимания. В планах на ближайшее время продолжать работу в том же направлении. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, Новости Каспий-ТВ.